Данный законопроект инициирован Законодательным собранием Краснодарского края. Это редкое исключение в нашей практике поддержка законопроектов субъектов федерации, вынесенные нашими коллегами субъектов федерации. И хотя председатель Думы сказал, что у нас наблюдаются позитивные тенденции, однако в целом ситуация остается неудовлетворительной с поддержкой инициатив Законодательных собраний регионов. В любом случае у этого законопроекта была непростая судьба, он долго обсуждался, несколько было попыток нести, и мы выражаем удовлетворение в том, что он дошел наконец до финальной стадии и, по всей видимости, будет поддержан Государственной Думой. Отмечу, что при инициировании этого законопроекта в Законодательном собрании Краснодарского края фракция КПРФ там выступала в поддержку, и сегодня наша фракция также будет выступать в поддержку этого законопроекта. Почему это очевидно? Сегодня, по предварительным оценкам, почти 5 миллионов человек насчитывают, относят себя к казачеству. Это значительная часть этих граждан готова нести государственную службу в рамках своих объединений. Законопроект касается не только Краснодарского края, но и других регионов традиционного расселения казаков. Это Ставропольский, Хабаровский край, Ростовская, Волгоградская, Оренбургская, Умская, Самарская, Челябинские области, Республики Северного Кавказа. В любом случае, реализация законопроекта о государственной службе российского казачества во многом упиралась в отсутствие этой нормы, определения, что такое казачье общество и возможности форм самоорганизации казаков. Теперь мы решаем эту саму проблему. В итоге, потребности государства в привлечении казачества к выполнению определенной функции, ну, теперь вроде бы приводятся к соответствию с возможностями казачьих обществ. Сегодня казаки принимают активное участие в поддержке общественного порядка, охраняют государственную, муниципальную и личную собственность граждан, решают многие другие общественно полезные задачи. Поэтому в этом отношении мы поддерживаем законопроект, так как он создает реальные условия для реализации этих позитивных функций. По поводу противоречий. Пока мы не видим больших противоречий между стремлением казаков к государственной службе и возможности им реализовать эти свои задачи через организацию казачьего общества, которое имеет право заниматься хозяйственной деятельностью. Испокон веков казачество сочетало в себя и службу государства, и работу на земле. Ну, весь вопрос, конечно, нынешняя капиталистическая реальность, насколько она позволит сохранить традиционный уклад, ведь традиционно казаки выступали против купли-продажи земли, и выступали против... Спасибо.